Не детская распаковка Больший немецкий круизер, созданный для комфортной неторопливой езды по шоссе. Он не супер быстрый и на нем не погоняешь по пересеченной местности. Но вы только посмотрите как он стильно выглядит. Фирменную подставочку конечно же можно открутить. Тут всего один болтик. Это масштаб 1 к 18. И для такого размера детализация по моему вообще огонь. Вот ни за что не поверю, что вы не хотели бы себе такую модельку. А вот спидометр могли бы и поровнее приклеить. Узнали что на мотоциклах заднее колесо шире чем переднее. Это увеличивает устойчивость. Руль поворачивается, но держать лучше за колесо. А то сам руль довольно таки жиденький. Туда же есть маленькая подножка. Знакомьтесь, это Виталя. Я сделал его специально для тестирования мотоциклов. Виталя идеально подходит для этих моделей. Смотрите как он классно держится за руль. Надо предложить Вэлли выпускать таких человечков, как дополнение к моделькам. По моему это гениальная идея. Колеса крутятся. И тут даже есть небольшая амортизация. Этот красавец уже побольше. Кстати необычная коробка. Это Kawasaki ZX-10R Ninja. Интересно он так запакован. Тут ничего откручивать не нужно. Раз и все. Кто знает, что это такое. У заднего колеса неплохая инерция. А вот переднее тормози собственными же тормозными колодками. Зацените, настоящие зеркала, а не какая-нибудь бутафория. Это как видите спортивный мотоцикл. У него целых 200 лошадиных сил на 200 килограмм веса. Тут сзади прям большая пружина стоит. Это кстати вроде уже новое поколение. Хотя я не особо в мотоциклах разбираюсь. Но и выдумаю тоже. Покрышки резиновые. Ну а какие они еще могут быть на такой крутейшей модели? Погодите, я один это вижу. Как будто лицо робота. Ставьте лайки. Для масштаба 1 к 12 я человечка не сделал. Эта штука называется подкат. С помощью нее можно чуть поднять мотоцикл и что-то отремонтировать. В этом видео будет конкурс, поэтому смотрите до конца. А мы переходим к самой крупномасштабной модели. Это уже 1 к 10. Он ровно в 10 раз меньше, чем настоящий мотоцикл. Получается можно купить 10 таких моделей и собрать из них настоящий байк. Но это не точно. Математика это не моя сильная сторона. Мотик закрепили с помощью проволоки. Итак, знакомьтесь. Это флагманский спортбайк Honda CBR 1000RR. Что означает Road Racing. Гоночная версия. Он известен своим мощным двигателем и отличной управляемостью. Эту модель часто используют в гонках и выигрывают в соревнованиях мирового уровня. Вид у него прям супер спортивный. Друзья, если вам нравится эта распаковка, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы не забыть. Чем больше лайков, тем круче у нас распаковки. Мне кажется тут что-то не так. Как будто эта деталь немного не на своем месте. Попробую исправить. Вот. Теперь все ровненько. Красота. Для этого байка у меня тоже нет водителя. Это надо целую кучу проволоки где-то найти. Давайте откроем еще несколько малышей и у нас еще будет большой бонусный мотоцикл. Тут всемирно известный спортбайк Yamaha R1. А вы бы что выбрали, одну большую модель или несколько маленьких? Смотрите какая красота. Как вам эти золотые диски? Друзья, если хотите принять участие в розыгрыше, напишите в комментариях, какие два мотоцикла из этого видео вам понравились больше всего. Когда это видео наберет 10 тысяч лайков, я выберу один комментарий и отправлю счастливчику байк совершенно бесплатно. За результатами конкурсов следите в моем телеграм-канале, ссылка в описании. А вот такого у нас сегодня еще не было. КТМ 690 Эндуро. Он может не только втопить по ровной трассе, но и покорить самое экстремальное бездорожье. Эндуро переводится вынести, вытерпеть. Точно так же называется специальная дисциплина мотоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью или по специальным трассам, начиненным бревнами, валунами и другими препятствиями. А еще на нем можно делать разные трюки. Если, конечно, вы профессионал. Следующий мотоцикл относится к классу Naked. Это дорожный байк без переднего стекла с минимумом пластика и выставленной на показ рамой. Выглядит очень брутально. Эта моделька тоже крупная. Он называется SuperDuke. Но фанаты называют его просто зверь. Оптика выполнена из пластика. Но это и логично. Настоящие фары тоже уже никто из стекла не делает. Но кроме пластика в этих моделях много металлических деталей. На этом звере можно разогнаться по 300 километров в час. Но перед этим желательно сохраниться. Как вам такая пушка-гонка? Я, кстати, придумал, из чего можно сделать человечка для этого мотика. Чуть позже сделаю вместе с вами. Думаю, сегодня еще пару коробочек откроем. А если это видео наберет много лайков, то снимем продолжение. Это итальянский байк Апрелия Шивер 750. Выглядит тоже очень круто. Давайте посадим на него Виталию. Апрелия – это такой город в Италии. Не знаю, зачем вам эта информация, но теперь вы в курсе. Ну и последний байк на сегодня. МВ Агусто F3RR. Агусто – это фамилия основателя компании. Спортбайки, конечно, очень стильно выглядят и всегда привлекают внимание. Не забудьте написать, какие мотоциклы из этого обзора вам понравились больше всего. К следующей автораспаковке я для вас еще кое-что интересненькое подготовил. Те, кто подписаны на Телеграм, раньше всех узнают, что это будет. Ну а сейчас, как и обещал, я попробую сделать человечка в масштабе 1 к 10, чтобы можно было посадить его на большой мотоцикл. Эта проволока осталась после распаковки двух больших байков. Шесть кусочков только-только хватило вот на такого чубрика. Назовем его Вэлли, так как он сделан буквально из упаковочного материала Вэлли. По-моему, отлично вышло. Мотоцикл ему в самый раз. Спасибо, что досмотрели видео до конца и поставили лайк. А если вы тут новенький, то заглядывайте к нам на канал. Там кроме автораспаковок еще много всего интересного есть. Ну а на сегодня все. Всем классных сюрпризов и веселых распаковок. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok